Всем привет! Сегодня на моём канале будет Заруба. Это новая рубрика, которую я придумал. Это битва двух каких-то команд. Например, школьники против ютуберов, или донатеры против блэтовцев. Притом это будут не простые игры, а какие-то испытания на логику, эрудицию, нахочевость, ориентирование на местности. Нет, это лишнее. Ну и, конечно же, на скилл. Сегодня мы проверим, какая команда лучше. Про игроки на твинках, либо же донатеры, у которых есть почти все персонажи, у них есть большое преимущество. Но спонсор моего видео 1xbet. Большие выигрыши, быстрые выплаты, это самый надёжный букмекер. Также там есть не только спортивные дисциплины, но и киберспортивные. А при регистрации и первом депозите по промокоду RYAN вы получите бонус 6500 рублей. Подробности в закреплённом комментарии. Так вот, сможет ли скилл победить донат? Пишите своё мнение в комментариях, кто по-вашему победит? Донатеры или проигроки на твинках? Свою команду я взял Чиполино, 9000 кубков, но играет он отлично. И также Айс Вульфа, который тоже на твинке. На основе у него 8000, но я считаю, что он играет выше своих кубков. Так, ну а в команде донатеров Сергей. Такой небольшой донатер, 23 персонажа, но тем не менее он сегодня за донатеров. Также Вуллрайдер, почти все персы 10-го левела, ну и есть все персы. И Саммера Ютуб, тоже небольшой донатер, 23 перса. Никто не говорил, что это должны быть жёсткие донатеры, поэтому такие сойдут. Ну и давайте теперь приступим к первому испытанию, это будут прятки. Притом такие правила, что ищет одна команда, и она должна убить всех участников другой команды, за минимальное количество времени. А та команда, которую должны убить, просто прячется и не может никого убить. Для пряток мы решили взять Розу, Булла и Дэрила, я думаю, это нормально. Офигеть, что за лаги? Почему сейчас лагает, я не понимаю. Ну ладно, в общем, тут нам как бы и не нужен хороший интернет, нам всё равно нужно стоять. И, к сожалению, уже Дэрила убивают. Мне нужно выживать. Пока что только 20... 35 секунд мы держимся. Эх, и меня тоже, кажется, спалили, да? Тут Буо ещё подходит. Короче, мы слились. Это был какой-то ужас с интернетом, но тем не менее, мы продержались 31 секунду. Ну а теперь посмотрим, смогут ли донатеры продержаться больше. Мы решили взять две Шелли Барома, это не запрещено. Но я взял Булла. Так, давайте разделимся. Да, я пойду направо. Так, может быть... О, Бо, привет! И Шелли, отлично. Отлично, сразу убиваю Бо. Как-то он не успел отбежать. Так, Шамера убиваем. И ещё один остался у них. Так, быстрее, время идёт. Ещё кто-то один из них остался. Так, это Дэрил, это Дэрил. Где этот Дэрил? Офигеть! Где этот Дэрил? Вообще времени мало, остаётся. О, да ладно! 30 секунд! Офигеть! За 30 секунд мы побеждаем. И это значит, что счёт 1-0 в пользу проигроков. Второе испытание. Главная задача снести сейф, но при этом нельзя бить врагов. То есть, это такая задача на грамотное составление пика. Так, мы решили взять два Булла и одного Кольта. Кольт такой, более-менее подвижный. И сможет сразу стрелять издалека. Ну, а Буллы понятно, почему. Так, у них Леон вместо одного Булла. Ну, ладно. Так, давайте стреляем, стреляем. Так, 18 на 15. Как же эпично. Да ладно! 1%! Офигеть! Просто офигеть! 1%! И это счёт 1-1. Обидно получилось. Что ж, счёт равный. Продолжаем. Это третье испытание. И это будет столкновение с ботами. Такая задача собрать как можно больше банок для своей команды. Каждый игрок собирает какое-то количество банок, ну, а потом они все суммируются. Но тут ещё будут мешать боты, поэтому, я думаю, будет весело. Убивать друг друга нельзя. За это штраф автоматический прогрош в раунде. Так, что такое? Не могу я взять банки, тут Сергей все берёт. Офигеть! Так, ну, давайте аккуратно ударим. Эх, к сожалению, там бот убивает Чаполина, нашего тиммейта. Это печально. О, Сергея тоже убили. Так, это бот, по нему можно стрелять. Так, как бы не убить Самеру. Так, отлично, я убиваю бота, и остаётся 4 человека, да? Так, у меня 4 банки. О, Айсвульф, у него 5 банок, отлично. У нас получается 9 банок, а сколько у них? 3, 4, 7, офигеть! Как вы видите, из моей тимы тут только Айсвульф, и у нас 6 плюс 4, 10 банок стало. Ну, а у них 4 плюс 3, всего лишь 7. Ну, что ж, счёт 2-1 в нашу пользу. Ну, а теперь у нас будет такая интересная игра на выживание. Глядите, в чём суть. Я беру звезду в начале игры. У нас команда 2 Барли и 1 Рикошет, и мы все встаём вот в этот угол. Задача врагов нафармить как можно больше звёзд, если мы будем стоять только в этом углу. Но нападающим нельзя брать 4 персонажей. Офигеть, как это нас убивают всех? В общем, нападающим нельзя брать метателей, то есть Барли и Динамайка. И ещё нельзя брать Пенни и Джина, которые могут просто простреливать легко. Так, у нас турелька тут ещё. Ну, офигеть, как нас просто так расстреливают? Мне кажется, можно вообще задефаться в сухую было. Ну, там Джесси. Эх, ну ладно, давайте попробуем так выжить. 12 звёзд у них уже, но это много. Так, надо просто наверх стрелять периодически. Так, сейчас турельку закинут. Фух, ну мы её снесли, но тут Самера просто вообще заходит в нагло и всех убивает. Понятно, но это вообще жёстко как-то. 19 звёзд у них. Нас просто убивают и убивают. Я думал, мы как-то получше продержимся. В итоге мы просто постоянно умирали и умирали, и враги смогли нафармить 32 звезды. Теперь нам надо нафармить больше. Мы решили взять Джесси, Кольта и Хикошета. Нам нужно как-то набить 32 звезды. Я считаю, что это будет очень тяжело, но мы можем это попробовать сделать. Враги взяли такой же состав, как у нас, только вместо второго Барли и Динамайка. Так, всё, Динамайк сейчас должен пойти, и всё, всё, наконец-то они нормально встали, можем начинать. Так, хорошо, глядите, сразу убиваем кого-то, хорошо, уже две звезды. В принципе, я думаю, будет не очень сложно, просто буду попадать по ним вот так вот, и закидывать турельку. Так, что, я её там плохо поставил? Да, она там ничего не сделала. Ну, ладно, ну, ладно. Сейчас попытаемся прорваться. Давайте, может, попробуем просто пройти и стрельнуть. Эх, я не попал! Офигеть, и нас всех выносят, смотрите. Время уже меньше минуты, а у нас всего лишь две звезды. Офигеть, надо торопиться. Надо торопиться. Эх, как, как убивают Чаполина нашего? Как так? Меня просто зонят, я не могу ближе подойти. Так, вроде я попал, но, что-то ещё рикошет прострельнул всех. Так, вот, закидываю турельку. Я её закинул, но она, похоже, ничего не сделает, да? Да как так? Мы вообще ничего не можем сделать. Да, две звезды всего лишь набили. Неужели две звезды будет? Да, похоже, мы никого не убьём тут больше. Жесть. Мы просто слили с разгромным счётом, они на 30 звёзд больше набили. но это ничего не значит, потому что счёт 2-2, а значит впереди самое интересное. Итак, последняя игра, это простое сражение вот на этой карте, деление клетки. Я решил здесь сделать такой состав для нашей команды, Поко, Пэм и Карл. У донатеров очень большое преимущество в персах, ну, посмотрим, кого они возьмут. Так, Пэм, Тара, Барли, что, зачем здесь Тара, я не понял. Барли, ну, Барли норм, но если только он будет попадать, мне кажется, у нас состав лучше, чем у них. Так, ну, давайте, я тогда пойду налево, попытаюсь тут попадать как-то в Барли, хорошо, я попал уже, я думаю, можно даже добить, давайте добьём. Отлично, замечательно, всё, мы отбили этот фланг, у меня теперь отличное положение, я могу тут простреливать хилку, о, замечательно, получается убить Пэм, так, ну, Тара, что здесь делает Тара, я даже не знаю, ну, конечно, она может стянуть того, кто с гемами, но не знаю, что у неё тут получится, потому что Пэм у нас также есть, и я в любой момент тоже могу ультануть, так, Сергей, Сергей, так, Поку убивает, но надо использовать ульту, хорошо, хорошо, а глядите, всё, на этом всё, я просто ультанул, собрал гемы, и всё, у нас 10 гемов, можно просто выживать, и, похоже, мы тут побеждаем, отлично, вот это да, всё-таки скилл немножко зарешал, но они тоже, конечно, хорошо играют, но всё-таки они представляют сегодня команду донатер, поглядите просто, сколько у нас кубков, а сколько у них кубков, офигеть, ну что ж, в итоге, в этой эпичной зарубе со счётом 3-2 побеждает команда про игроков на Твинка, Чиполина, Айсвульф, молодцы, отлично отыграли, ну а также спасибо команде донатеров за интересное соперничество, если вам понравилась эта рубрика, и вы хотите продолжение, то не забудьте поставить лайк, напишите об этом в комментариях, ну и выберите две команды, которые хотите увидеть в следующей зарубе, это можно выводить из моего списка, либо же придумать самому, всем спасибо за просмотр, всем пока!